Мы знаем, что известные политики и общественные деятели России участвовали в Баку, в шествии посвященному геноциду в Хаджалы. Потом они встретились с представителями СМИ в пресс-центре «Спутник Азербайджан», чтобы обсудить важность признания хаджалинского геноцида в мире. И вот в связи с этим, в Армении решили наказать великую советскую фигуристку, за правду о хаджалинской трагедии. В Армении, видимо, не ожидали, что мир так близко воспримет правду об учненном армянскими оккупантами геноциде Хаджалы. В последние годы Азербайджан проводит четкую и последовательную работу, в направлении информирования мировой общественности, и это все больше и больше пугает Армению. До сих пор миру, с большим успехом преподносилась искаженная и фальшивая армянская версия трагедии Хаджалы, и это считалось в порядке вещей. Теперь же ситуация полностью изменилась, и мир увидел зловещий портрет многострадального таким, какой он есть. Паника в связи с этим в Армении растет. Никогда еще не было в армянских СМИ столько контрпропаганды в день геноцида Хаджалы, как в этом году. Дошло до того, что в Армении уже зазвучали требования немедленно принять меры для противодействия действиям Баку. Посол Арман Навасардян, например, требует создать министерство пропаганды и антипропаганды. А военный преступник Вова Вартанов даже вызвался выступить в качестве свидетеля по хаджалинским событиям для восстановления справедливости. Ну и так далее. Все в том же армянском духе, духе лжи. В последние недели, Армения и Ивди Аспара организовали массу мероприятий, на которых голосили о фальсификации трагедии Хаджалы Азербайджанам и рассказывали о своей версии событий. И при этом пытались доказать, в первую очередь, самим себе, что все было на самом деле совсем не так. Все эти многочисленные документальные свидетельства, эти страшные фотокадры, от которых стынет кровь, Армения хочет представить фальшивкой, учиненные армянами изуверства над мирными жителями, плодом нашего с вами воображения. Призывают они также не верить свидетельствам многочисленных зарубежных репортеров. И самое главное, они хотят стереть из памяти заявление Сержа Сарксяна, полностью разоблачившее армянские зверства. Серж Саркисян проболтался, и не кому-нибудь, а Томасу Деваалу, который сразу разнес его слова по всему миру. И теперь уже 27 лет весь мир знает, что хаджалинская резня была очень ина армянами, но они, в свою очередь, без зазрения совести продолжают врать и изготовлять всякие фальшивки. А Вова Вартанов, который все видел, потому что контролировал дорогу, пусть пока не напрягается. Его время выступать в суде тоже придет. Только не в качестве свидетеля, а в качестве обвиняемого.